Приветствую вас. То, что вы описываете, предполагает такую психологическую работу, которая называется личностный рост. С одной стороны, это работа над самооценкой, которая, в свою очередь, предполагает расширение вашего ареала активности, ваших границ активности, расширение ваших интересов, развитие ваших ценностей, вашего потенциала, ваших склонностей и так далее. С другой стороны, мне кажется, что в какой-то степени вы требуете абсолютно невозможного от себя быть единственным. Знаете, вы можете быть единственным, но никогда, постоянно. Дело в том, что вы сейчас в отношениях хотите получать внимание. Вы даже пишите, что меня обнимают. То есть, вы в отношениях нацелены на то, чтобы получать. Это немножко деструктивная история, потому что свой недостаток чего-то внутри себя вы пытаетесь получить в отношениях. Хотя позиция далеко не лучшая. Для вас, по крайней мере, да. Потому что это делает вас зависимым, это делает вас не свободным, это делает вас уязвимым и так далее. А в отношениях, по крайней мере, здоровых, по крайней мере, здоровых с моей точки зрения, с точки зрения того подхода, который я предлагаю, человек стремится к тому, чтобы дать. То есть, любовь, если это любовь, это желание дать, это желание отдавать. Понимаете? И, собственно, как определить, люблю ли я человека или нет. Люблю я человека или зависимость у меня. А вот так. Если я люблю, я хочу отдавать. Если у меня зависимость, я хочу получать. Вот, всё, как бы, довольно проще. Просто. Бывает ли такое, что это и другое? Да, бывает. Безусловно, бывает. Я бы, да, и сказал, что, ну, полная отдача, как и любая полярность, это, наверное, тоже, тоже негативно. Но у вас, как мне кажется, больше, больше, всё-таки, желания получать нечто, чем отдавать. Присутствует. Вот. И, соответственно, нужно, ну, на мой взгляд, в этом направлении вам работать. Но с тем, чтобы смотреть, что я вообще могу в отношениях отдать, что я вообще могу в отношениях отдать, что я хочу в отношениях отдать. Это позиция, которую вы продвигаете, позиция того, что вы должны быть единственной, позиция верности, она базируется на довольно деструктивной концепции, что я должна себя защитить. То есть вы пытаетесь себя защитить тем, что молодой человек, который будет с вами. Но правда в том, что ни он, ни он не может конносировать, что он будет с вами с вами. И эту реальность, которая вы избегаете, она вас тревожит. Она вас тревожит, потому что все ваши представления о себе на данный момент, вероятно, появляются извне. Вот если я уверен, что мужчина только со мной, если он смотрит только на меня, ну, значит, я хорошая, значит, я самая лучшая. Если я в этом сомневаюсь, значит, нет. Если есть другие девушки, на которых мой мужчина смотрит, значит, со мной что-то не так. При этом вы упускаете из вида самое главное. То, что вы, вероятно, сами не делаете, это выбор. Ведь дело не в том, кто нравится, кто не нравится. Дело не в том, кто посвящен, а кто нет. Важно, кого выбирают. Вы, вам выбирать сложно. Потому что вы себя не слушаете. И вы себя выбора, как мне, скажет вам, лишают. Но лишая себя выбора, вы лишаете выбора и своего мужчину, ну, молодого человека. Вот там что. Ну, обоих человек возможности выбирать не имеет. В силу того, что вы не выбираете. То есть, ну, как вы понимаете, это отношения, отношения, которые выстраиваются вами, они в какой-то степени не свободны, они в какой-то степени направлены на создание, ну, видимости отношений. Но не самих отношений. Вот. То есть, в данном случае, вы по факту требуете от человека быть каким-то, кто нужен вам, кто вписывается в ваше представление. При этом настоящего, живого человека вы, как мне кажется, не видите. Это очень грустно. Почему этого не происходит? Потому что вы не видите и не чувствуете себя. Если что, довольно-таки просто. Вот. Вот. Другой вопрос. Хотите ли вы этим заниматься? Ну, то есть, хотите ли вы изучать себя, исследовать себя и так далее? Вот. Вот. То есть, ну, условно говоря, интересен ли вам вопрос. Так. Вот. Потому что ваш вопрос, который вы задаете, спрашиваете вы, как поверить ему. А он немножко, как бы, ну, нацелен на ресурсы изменения. Вот. Ага. Ага. Они на ресурсы вовне. Понимаете? Понимаете? Какое слово. Это очень важный момент. Да. То есть, моя задача, как специалиста, помочь вам. Насчет обратиться на себя. Не на... Другого человека. Вот. А на... Себя. Это важно. Вот. Ну, вот. Примерно. Такой ответ хочется вам дать. Вот. С точки зрения психологии. И, конечно же, отношения, в которых вы требуете от слова молодого человека, какой-то стопроцентной верности, там, и так далее. Они заранее обречены на права, потому что это... Требование невозможного. И это свидетельствует по тому, что вы сами вот в себе не уверены. Это свидетельствует по тому, что вы сами себя как-то обоцениваете в глубине души. Ставите себе какие-то там... Ну, не знаю. Не знаю. Не знаю. Какие-то рамки, может быть, какие-то... Условия, опять же, да. То есть, видите какую-то свою собственную борьбу. И по факту получается, что человек, который находит с вами в отношениях, ну, он выступает как-бы аргументом, ну, в отношениях. Вот. Ну, я не знаю. Конечно. Но мне кажется, эта позиция не самая лучшая, потому что... очень сильно обесценивает как... вашу... в целом... ценность. вот. Таки. Обесценивает другого человека. Вашу партнера. Ну, есть у вас, конечно, еще и ревность, вне всякого сомнения. Вот. В какой-то степени ревность завязана на то, о чем я... Говорю. Вот. Ну, в какую-то степень. Вопрос заключается в том, хотите ли вы этим заниматься, ну, то есть, хотите ли вы это... поисследовать, хотите ли вы это изучить. Вот. Потому что... Ну, в том игре, если не хотите, да. Если вам это не интересно, то... я бы сказал, что... может быть, кучей не надо начинать. Потому что... ну, потому что... это определенный процесс, который вам нужно пройти. Вот. А если вы думаете, что... вот опять же, опять же, момент, вы думаете, что... что... ну, где есть... какой-то уникальный отрыв, уникальное решение. Вот. Да нет. Такого нет. Потому что... просто любого человека, под каждого человека, решение только свое. Вот. и... решение... для вас... оно находится в вас, а не во вне. Вот. Моя... задача вам... это... дать... прочитывать и... возможно... показать, чтобы вы... учились оперативно на себя. И... таким образом вы сможете увидеть, насколько вы... интересны... свои уникальности. Вот. И... соответственно... стать более... самостоятельными. Ну, то есть... стать более самобытными, более уверенными в себе. Вот. Тогда... вам будет отношение стоить очень легко. Ну... гораздо... лег... легче... в любом случае, чем... сейчас. Это совершенно точно. Это совершенно точно. Но сейчас вам это очень тяжело делать. вот. И... я... я понимаю... почему... почему... на самом деле... кому угодно... было бы тяжело строить отношения... находясь... в такой... позиции, в какой находитесь вы. Вот. У меня к вам... есть сочетствие, безусловно. Но... в то же время... я... понимаю... определенные... как бы... ну... определенные... основания... того... того... что вы... проживаете... да... и... я понимаю... что... вероятно... иначе... по-другому... просто было... ну... было невозможно... для вас... ну... сейчас... на данный момент... вот... хотя... все... конечно... корректируется... вот... и... вспоминается... но... тем не менее... тем не менее... тем не менее... вот... а... такой ответ я могу вам... дать... э... на что еще... можно обратить внимание... э... пожалуй... на... э... сироту... дима... дитя... ваш... вашему... мужчину... то есть... что это значит? сирота... что это такое? что это такое? ну... вот... э... ну... что это такое? что это такое? э... сирота... Это, вот это прям очень грубо, это такая количественная величина соприкасающихся грани, ваших грани с мужчиной, например, которая, ну, является комфортной, что ли, для вас. Это вот очень важный момент, потому что если эта величина не отражает комфорт ваш, причем комфорт, он не только ваш, поскольку в отношениях два человека, то это, как бы, двух людей. Вот. То есть такая проблема. Вот. И в этот момент тоже нужно учитывать вам, судя по тому, что вы пишете, вам нужно подтверждение своей ценности. Вот. И это уже, как бы, момент для того, чтобы спросить себя, как у меня, вот, получается, что, ну, что я нуждаюсь в том, чтобы подтверждать твою ценность. То есть, ну, условно, что со мной происходит, что я нуждаюсь в том, чтобы подтверждать свою, ну, свои цены, свои ценности. Мне кажется, это очень такой важный момент, на который вам нужно обратиться обратить свое внимание. Вот. А вот, в принципе, такой ответ я мог бы вам дать с позиции ко мне, дать вам, показать вам… ко мне, я ничего не думаю, что я смогу помочь вам, а Вот, и надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена самым лучшим образом. Всего вам самого доброго и хорошего.